Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович, я автор и создатель канала Ментал ТВ. И сегодня я буду исправлять свои ошибки. Сегодня не будет никакого заготовленного текста, сценария, чего-то в таком роде. Будет импровизация, будет мой такой рассказ, ответ на ваши вопросы. Я составил определенный план, по которому буду двигаться. И это видео создано по причине того, что все, пришло время. И пришло время, когда мне нужно выйти из этого серьезного образа, который вещает на канале уже 4-5 лет. И у меня есть потребность открыться перед вами и поделиться своими эмоциями, рассказать о себе чуть-чуть побольше. Потому что я уже год перестал получать такое удовольствие от создания контента на канале, которое я могу получать от деятельности, которой я занимаюсь, потому что эта деятельность мне нравится. Но определенные психологические барьеры, наверное, это так, не дают мне полностью открыться, потому что я не открыт с вами, потому что я нахожусь в каком-то, в какой-то такой ментальной оболочке. И не чувствую какой-то, знаете, энергии от вас, потому что не делюсь энергией своей эмоциями. Сам занимаюсь изучением эмоций, но вот прихожу к этому только сейчас. После, наверное, того, как я начал активно развивать Инстаграм, все-таки там происходит такой эмоциональный обмен с подписчиками, потому что я делюсь своим опытом, мыслями, провожу упражнения, происходит коммуникация с подписчиками. И там я понимаю, что удовольствие мне это приносит гораздо больше, нежели на Ютубе. На Ютубе все ограничивается тем, что просьбы о разборах в большей степени политические. Я уже пошел на компромисс, начал их создавать. Но все равно думал, что это реализация ваших потребностей, и в этом я буду получать энергию. Как оказалось, нет. И я люблю экспериментировать, я призываю всегда экспериментировать везде, что бы вы ни делали. И я понимаю, что сейчас это нужно. Я даже вырезать ничего не буду. Возможно, даже текста получится больше, чем нужно, но я молчал пять лет. Дайте высказаться. Вот. Сказал я или нет, я составил определенный план, который состоит из ваших вопросов, которые вы копили за это время, на которые я буду отвечать и тем самым открываться перед вами. Для чего это я делаю? Объяснил. Что ждет канал дальше? Наверное, ближе к видео расскажу. Ну, ничего критичного. Для начала. Многие спрашивают, и вполне логично, откуда у меня появился интерес к теме изучения человека, и с чего это началось? К профайлингу. Давайте все-таки отойдем от формулировки профайлинг. Об этом я расскажу чуть позже, почему. И будем называть это психология поведения, либо тема изучения человека, природы человека и так далее. Откуда у меня появился к этому интерес? У меня к этому появился интерес в лет 15-16 с книги Алана Пиза, которую я сейчас уже не советую читать, но надо дать должное. И этот автор завлек многих, в том числе меня. Тогда я узнал, что ничего себе. Вроде бы понимал подсознательно, что сигналы тела могут давать информацию, но настолько. И тогда меня озарило, сколько же информации содержится в теле человека, излучается из человека, который многие не замечают, а попускают мимо ушей. А еще с помощью этого можно узнавать какие-то его тайные мысли. Думал тогда Сергей Бубович в 15 лет. Вот. И я изучил эту книгу. Потом сконцентрировался все-таки на наблюдениях, на внимании к деталям. Тогда у меня был подростковый период. Я терял интерес к обычному времяпровождению досуга, гулять на улице. И я решил проводить приятное с полезным, наблюдать за своими сверстниками, как они общаются, как происходит коммуникация. Тем самым повышая свой в этом навык. И чисто ради любопытства. Интересно. Откуда у меня это взялось? Вот тема все-таки изучения и чтения человека. Это, наверное, надо брать глубже. Сам себе на этот вопрос ответить. Объективно, скорее всего, не дам. Не смогу. Не дам ответ на этот вопрос. Но, вероятно, это где-то из детства. Чего-то не понимаю. Где-то кто-то обманул. Хочется разобраться. Внутренняя неуверенность. Хочется использовать эти знания на создание внешней уверенности. Знать каких-то обстоятельств. Знать, что ты понимаешь больше, чем окружающие. Я думаю, многие из вас также об этом думают. Вот, наверное, откуда-то из этого берется все-таки. Сейчас, безусловно, сталкиваясь с какими-то стрессовыми ситуациями, критическими ситуациями в отношениях. С людьми предательство, измены, конкуренция. Это заставляет еще глубже погружаться в тему и изучать разные нюансы. Но это уже целенаправленно. Это уже концентрировано. Я уже знаю, где это брать. Я знаю, зачем наблюдать. Что было первым толчком? Любопытство, интерес к психологии. А интерес к психологии откуда? Объективно все-таки я, наверное, себе не отвечу. Либо не хочу отвечать. Наверное, просто не могу. Я не знаю, действительно. Нужно копать. Нужно копать. Вот офф-топ такой небольшой. Интересно вам будет проанализировать мое поведение, потому что сейчас исключительно импровизация. Я рассказываю какие-то вещи, я мысленно в них погружаюсь. И это наверняка отражается в моем теле. Я не против, если вы будете меня анализировать. Я за практику. Я сам себя люблю анализировать. И это, возможно, будет для меня практикой, если я буду пересмотреть это видео. Двигаемся дальше, чтобы все-таки не растекаться. Мысль по древу. Как пришел к созданию канала? Это был долгий мыслительный, но не долгий физический труд. Путь, скорее. Значит, в 15-16 лет я знакомился с книгой Алана Пиза. Изучил язык целобвижения, язык тела. А потом в 18 лет, когда я поступал в университет, я наткнулся на книги Пола Экмана. И узнал, что можно еще читать человека по лицам, по его эмоциям. И это более научно обосновано, нежели это было с невербальной коммуникацией Алана Пиза, в которой научности, там, пару моментов касательно дистанции только. Вот. И в то время я еще не посмотрел фильм «Обмани меня». У меня уже были заклеены в моем общежитии в комнате стены фотографий, эмоции. Я погрузился в эту тему. Я посмотрел сериал «Менталист», который дал стимул практиковать эти навыки, исследовать в жизни, наблюдать за людьми. Потому что Патрик Джейн, если кто из вас смотрел этот сериал, это человек, не закончивший никакой университет. Он просто всю жизнь занимался своим ремеслом, наблюдал за людьми. И это именно дало ему те навыки понимания поведения человека манипуляциями через практику и наблюдение. Вот. Это был мой путь, скажем так, с литературой. Потом я посмотрел все-таки сериал «Обмани меня» и принял у Колом Лайтмана такую очень неприятную вещь, когда он подмечал какие-то детали в поведении человека. Он говорил «Ага, почесал нос, соврал. Ага, вот. А что скажут твои плечи?» Ну, то есть указывать людям на изменения в их теле. И мне почему-то показалось бессознательно. Я эту модель поведения скопировал. И первое время говорил об этом людям, потом видел их недовольство. То, что кто-то копается в их поведении, в их мыслях. Это вызывает дискомфорт. Вот у многих комментаторов также вызывает дискомфорт, когда «Ой, лучше, не знаю, проанализируй себя». Да я проанализировал себя, я могу бесконечно себя анализировать, я обожаю это дело. Вот. Но с тех пор я перестал вообще где-либо упоминать о том, что я занимаюсь темой изучения человека. Но переходя к вопросу о создании канала, не помню, почему именно у меня возникла мысль, что я хочу создать YouTube-канал. Но я начал думать в этом направлении. Тогда это все только зарождалось. Я начал думать темы, которые я могу взять и продвигать на своем канале. Но я столкнулся, был с такой проблемой, что изучая тему невербалики, вся информация содержалась в небольших количествах только в книгах. То есть, забив запрос в том же YouTube, я не находил каких-то обучающих блогов или чего-то подобного по этой теме. А были такие достаточно сомнительные про жесты, эмблемы обучающие фильмы, что мне это не понравилось. Даже с Полом Экманом на тот момент, кажется, не было никакого фильма. Вот. И я подумал, тема свободная. Ну как свободная? То есть, получается, никто не делает на эту тему контента. Почему бы это не сделать мне? Ну вот как-то к этому пришел. На тот момент мои знания были такие достаточно поверхностные. Я и сейчас не говорю, что они сверх что-то профессионализма. Но на тот момент достаточно дилетантские еще у меня были знания, потому что я изучал только невербалику и в общих чертах мимику эмоций. Так, базовые эмоции изучил. Вот. И предложив определенной группе Mental Engineering, под их, скажем так, патронажем, я первое время размещал у них в группе видеоролики и таким образом собрал первую базу подписчиков, которые меня начали смотреть. Вот. Так я пришел к этому, к созданию канала. Вообще, стоит отдать должное, что почему я решил остановиться на психологии, потом я перейду к образованию, к теме образования, в лет 19-20 я посетил лагерь, палаточный лагерь Беларуси. Я сам из Беларуси. На берегу озера. Там у нас была определенная группа молодых ребят, которые под руководством одного психолога, Андрея Максименко. Андрей, не знаю, смотришь ты или нет, но я до сих пор помню, что именно твой вклад, твой пример, человек, который очень хорошо владеет психологическими приемами, это вызывало уважение, интерес и стремление подражать и стать таким же ловким психологическим каким-то вещам обучиться. И та неделя, проведенная в этом лагере, были каждый день психологические тренинги, разные игры, на меня очень сильно повлияли, и я понял, что все, я хочу в это погрузиться. И первое время, когда я даже начинал создание канала, в той же группе Ментал Инжиниринг я уже начал проводить занятия по профайлингу, по ментализму. Мы с ребятами собирались, играли в игры, в разные по поиску лжеца, в допрос. Я изучал какую-то тему и рассказывал, они смотрели совместные видео, то есть обучались все вместе. И на том же этапе я познакомился с людьми, с образованием психолога, который в этой теме побольше моего, который более опытный, который рассказывает мне о разных нюансах этой темы. К профайлингу-то я пришел не сразу, моя основная деятельность – это невербальная коммуникация. Таким образом, я погружался в эту тему. Но об этом давайте, наверное, в следующем вопросе расскажем. Есть ли образование и как я обучался? У меня образование высшегуманитарное, у меня специальность социально-культурной деятельности, то есть я менеджер социально-культурной деятельности. Это дало мне базовый, хороший, гуманитарный бэкграунд. Благодаря этой специальности я, мое мышление настроилось на исследования, на разборы, на аналитику, на организацию разнообразных условий, то есть мы проводили разнообразные исследования. Я понял, как выявлять проблему, цели, задачи и как находить факты, аргументы, доказать этот аргумент, подтвердить гипотезу, либо ее опровергнуть. То есть то, чем сейчас я, по сути, и занимаюсь на канале. Я ставлю цель, проблему, не знаю, определить ложь человека. И с помощью определенных методов, вот эти методы профайлинга и изучения чтения человека, это метод, с помощью которого я достигаю, доказываю ту или иную гипотезу. И это образование очень изложило во мне такое мышление разборов. Мы смотрели даже фильмы и анализировали их, обсуждали на парах разные литературные произведения. То есть именно мышление это образование заложило очень хороший во мне, повторю же, бэкграунд. А касательно образования психолога у меня нет. Были мысли пойти в магистратуру, но пока все же я считаю, что это не критично, потому что я знаю, что изучать. Я изучил очень большое количество литературы и психологическое. А на минуточку профайлинг изучения невербальной коммуникации с психологией имеют такие, не сказать, что близкие отношения. По большей части это антропология, биология, нейрофизиология, нейробиология. Я это все читаю, я все это изучаю. И вся литература, у меня есть много знакомых ребят, которые они изучают у себя на факультете психологии. Я ее все знаю, при желании могу изучить то, что нужно и то, что не нужно. И многие ребята с образованием психолога могут спросить тот или иной совет у меня. И при наличии образования у них, я удивляюсь, как они не знают каких-то базовых вещей, которые мне, как человеку, не получивший от образования, их знает чуть-чуть больше даже. То есть, по сути, даже у нас на учебе тоже, кстати, был предмет по невербальной коммуникации, но надо смотреть в правду глаза, достаточно так скользко прошли. Но тем не менее, специализированных каких-то специальностей, кафедр, факультетов по профайлингу, по изучению поведения человека нет. То есть, очень выборочно надо подходить к этому вопросу. Если бы было, я бы, конечно, пошел. Есть много разных по когнитивной психологии, дифференциальной психологии. Можно туда идти. Это тоже заложит очень крутой бэкграунд. Но мне, как человеку, который ориентируется, сколько ни на научную деятельность, хотя она, я признаю, ее тоже нужна, чтобы закладывать правильные мыслительные процессы в правильном русле. Они уже научны, они необходимы. Но я все-таки больше ориентируюсь на практику, на создание навыка, на применение это все в жизни и подкреплять своих видео при разборах аналитики, добавлять аргументацию с помощью этих ссылок на научные какие-то данные. Это следующий вопрос. Научна ли эта деятельность? Научен ли этот профаник? Многие ребята, разные мамкины сынки, решили, что они разбираются в этой теме и могут сказать, что все, чем я тут занимаюсь, ненаучно. И в чем-то они правы. В чем-то они правы. Это моя в чем-то неопытность, моя невнимательность. Где-то я не ожидал, что за что-то могут зацепиться. Они цепляются. Я когда-то сам допускал ошибки, говорил, что профайлинг – это научная дисциплина, что на самом деле не так. И некорректно считать, что это вообще можно считать наукой или не наукой. Профайлинг, конечно, не научен. Профайлинг – это метод. Об этом даже чуть позже. Ну, хотя давайте, почему чуть позже? Давайте сейчас мы об этом говорим. Профайлинг вообще свое зарождение имеет из криминалистики. Джон Дуглас зародил в поведенческом отделе ФБР. Это направление профайлинга – это составление психологического профиля преступника. То есть, многие тренера, которые в профайлинг впихивают ту же, даже невербальную коммуникацию, НЛП, физиогномику, графологию и так далее и тому подобное, к профайлингу не имеют ничего общего. Профайлинг – это составление психологического портрета. Я сам допускал такие ошибки и приписывал профайлингу тоже невербальную коммуникацию. Это моя ошибка. Периодически камера будет выключаться, поэтому я хожу, включаю, выключаю. Вот. И поэтому у многих сложилось мнение, что, дескать, один какой-то человек Приписывают профайлингу разные лженаучные направления, То профайлинг априори не научен. Но это не так. Все-таки я решил разделять, что есть невербальная коммуникация, Что есть психология эмоций, то есть, химика, микровыражение и так далее и тому подобное. То есть, вся деятельность, которую я рассказываю на канале, Те методы, которые я использую, и знания при анализе, при разборах – Это совокупность разных научных дисциплин. Нейрофизиология, опять же повторюсь, нейробиология, Когнитивная психология, эволюционная психология, Когнитивистика и так далее и тому подобное. Плюс разные методы логического мышления, в том числе дедуктивные, индуктивные, абдуктивные и так далее. Вот. И, безусловно, профайлинг ненаучен. Ну и некорректно считать его, вообще приписывать ему научность-ненаучность. И те ребята, которые пытаются проанализировать, не погрузившись в эту тему, Не изучив все нюансы, не проанализировав, а вырвав из контекста какие-то противоречивые формулирования, Ну, что я могу сказать? Смотрите Ментал ТВ и развивайте свою наблюдательность. И копайтесь глубже, а не выбирайте одно видео, которое... Вот на самом деле, если затрагивать эту тему, То я прекрасно бы с радостью уже давно в планах снять разоблачение на самого себя. Потому что тот уровень, который у меня был изначально, И который сейчас это два разных... Два разных человека с разным уровнем знаний. Все-таки профайлинг это... Профайлинг... Давайте называть это психологией поведения. Мне так кажется, это больше подходит. Кто изучил психологию поведения человека? О чем это я? Вот. Эта тема имеет очень много слабых мест. Действительно, считать, что с такими знаниями ты стопроцентно скажешь, Лжет человек или нет, ну, по меньшей мере глупо. Потому что очень много разных нюансов. Очень много ситуаций, контекста, людей с разными привычками. Нужно учитывать очень много фактов. Нужно учитывать когнитивные искажения, которые возникают при анализе. Мы не объективны по своей сути. Я не считаю, что в своих видео я где-то могу быть полностью объективен Или полностью... Все, что я говорю, имеет право и место быть. Это нормально. Особенно в этой деятельности. Но я уверен в том, что я говорю. Я уверен в том, чем я занимаюсь. И я готов отстаивать свою деятельность. Потому что я уверен в ее работоспособности. Я знаю, что есть определенные слабые места, которые я могу не учитывать. Которые я могу пропустить. Где-то полениться, где-то не заметить. Но с адекватной какой-то критикой, с адекватным мнением Я готов согласиться и пересмотреть определенные вещи. Так и происходила моя эволюция поначалу. То есть первые мои ролики, они были о том, что значит тот или иной жест. Сейчас я так не могу сказать. Потому что там учитывается только 2-3 контекста. Может быть 4, может 5. А это неправильно. Нужно учитывать совокупные жесты. Человек может сидеть так. Это не значит, что его какая-то там позиция готовности, желание катековать или так далее и тому подобное. Это уже да, сродни чтения мыслей. И там все-таки под действием еще Алана Пиза, мое мышление было, не совсем корректен. Больше научная подоплека в невербальной коммуникации все-таки относится к мимике и эмоциям. Там научности больше, там информации больше. И точности в определении эмоционального состояния гораздо больше. То есть, там я уверен в очень большое количество процентов, что я уверен в результате своих наблюдений, нежели это невербальная коммуникация или даже то же самое определение лжи. Но о чем мы? Про научность сказали. То, что все это, это совокупность различных научных дисциплин. Когнитивные искажения никто не отменял, которые могут влиять на наш мозг. Субъективность тоже к этому относится. А те, кто хотят критиковать или что-то высказать, ну, прочитать несколько статей, указать на негативные места, ума много не надо. Попробуйте повариться в этой теме, попробуйте изучить все нюансы, все особенности, которые используются в той же криминалистике, юриспредвенции, изучить все научные дисциплины, понимать логику, потому что перед тем, как перейти к объективному анализу сигналов человека, нужно пройти определенное количество стадий. первое – это паранойя, когда мы принимаем все сигналы за какую-то информацию, а потом либо ты выходишь из этого состояния, понимая, что эта деятельность не для тебя, ты не понимаешь, как это все происходит, либо ждешь, точишь нож, о камень, о разные ошибки, и приходишь к правильному и объективному изучению. Это если самостоятельный путь. Под руководством профессионала это гораздо, конечно, быстрее все происходит, он тебе указывает на ошибки, выбивает всю дурь из твоей головы, которая сформировалась из прочтения каких-нибудь популярных статей и того же. Не будем об этом. Вот. Касательно эволюции, я рад, что приходит определенная критика на моем пути, которая очень дает небольшой толчок изучить еще больше свой предмет, выявить слабые места и на их место превратить слабыми со всеми местами. То есть, эволюция. Я понял, что я усвоил такую вещь, что психологические ресурсы я беру из своих ошибок. Из критики. Низоров после обзора на него высказал определенное негодование. Причем я также с ним готов поспорить. Конечно, человек опытный, но несмотря на это, я все-таки больше в этой теме верчусь, я готов много аргументов предоставить в свою защиту и подтверждение того, что он не прав. Вот. еще там некоторые блогеры указывают на это. Это все формирует развитие мое. За это спасибо. Если кто-то критикует, значит, этот человек хочет, чтобы я рос. Росло качество контента и та информация, которую я преподношу. задержался на этой теме, она все-таки эмоциональная, поэтому может вызывать определенный вербальный фонтан. Назовем это так. Вот. Давайте перейдем дальше. Не будем задерживаться. Есть ли команда? Команда, сформированная команда на данный момент уже есть. Вначале у меня был разный путь. Я и один все делал, монтировал, снимал, писал сценарии. Такая мелкая помощь была со стороны программиста. Сайт создавал, какие-то приложения, что-то новое. Кто-то приходил, привносил что-то новое и уходил. Либо мы как-то прощались. Либо меня что-то не устраивало. Вот на данный момент команда состоит такая постоянная команда все-таки из четырех человек. Это монтажер, который монтирует видео и помогает освобождать мне время. Это человек, который делает превью. И мой товарищ, которого я привлек Николай Крюков, которого я указываю в титрах, которого я привлек к созданию новой рубрики на канале. Это анализ кинофильмов, потому что у него в этом очень большой бэкграунд, и я понял, что с ним контент должен получиться интересный. И с ним мы делали несколько анализов основной рубрики. Вы наверняка заметили, формат немножко изменился, потому что что-то новое пытаемся привнести. Вот. на данный момент такая ситуация. Команда в планах чтобы росла, но это очень кропотливая работа, особенно для меня. У меня в этом опыта. Не сказать, что много. Как показывает практика, все гораздо глубже. Волшебным образом можно сказать, что вот по психотипу человека можно определить, подходит он в команду или нет. Да, это играет роль по типу личности человека. Это имеет определенное отражение, но есть вещи, которые играют по другим правилам. Я бы сказал, это так. Вот основной список вопросов. Вы теперь больше знаете обо мне, о проектах, о моих каких-то мыслях, переживаниях и к чему это видео. Видео к тому, что я все-таки хочу открыться перед вами. Я хочу попробовать это, потому что если я этого не сделаю, если я с вами не проведу такую беседу, то я боюсь рано или поздно я буду отходить от канала, я меньше буду вкладывать в это силы энергии. Я уже больше даже хочу в инстаграме как-то продвигаться. А я хочу получать энергию и ресурсы психологические там, куда я вкладываю их, потому что это нужно. Я хочу это попробовать. Ладно, у меня там уже камера начинает разряжаться, поэтому намекает мне, все, заканчиваю, Сергей, подводи основную мысль. Мысль основная в том, что этим видео я хочу сказать, что я перехожу на другой уровень отношений с вами. И для меня это все-таки новый шаг. Новый шаг, толчок вперед, что-то попробовать новое, потому что застоялся. Я чувствую застой, я чувствую, если я буду продолжать в том же духе, то это сойдет на нет. Не знаю, как сошло бы, если бы я это видео не записал, но я его записал и надеюсь, я все-таки его размещу сюда. Как это отразится на моем контенте? Существенно никак. Я также буду продолжать анализировать с помощью тех же методов, тех же способов. Также буду расти сам и предоставлять вам больше информации какой-нибудь полезной. Но возможно добавлю больше каких-то своих личных мыслей, личного мнения, личной оценки. Возможно учащу выход таких видео, где смогу делиться на какие-то события своими мыслями без подготовки сценария, потому что хочется с вами проводить такую коммуникацию. Я думаю, вам тоже было бы интересно собираться грубо говоря со мной вечером, попить кофе, чай, побеседовать так ментально. для меня это эксперимент, новый шаг, новый уровень отношений и я надеюсь новый источник ресурсов для создания нового контента, новой информации, личного роста, избавления от каких-то других психологических барьеров, потому что я боялся перед вами вообще вот так вот неподготовленно выходить в сеть, потому что все-таки в голове есть определенные мысли, то, что вы ожидаете определенного поведения, определенных слов, определенной модели поведения в общей сложности и меня это все-таки загоняло в определенные рамки. Сейчас я хочу избавиться от этих хаков, независимо от результата, независимо от оценок положительных либо отрицательных. Не скажу, что они могут как-то порадовать, но вот так вот. Аудитория на канале специфическая, не вся, не все ребята, те, кто наблюдается за мной очень давно, с самого начала, с самого роста до политики, до ДУДЯ разборов, мы с ними, с ребятами на одной волне, со многими общаемся. Я многим ребятам, которые адекватно пишут, отвечаю, общаюсь, стараюсь практически всем. Вот. Но, надеюсь, это даст, откроет новый канал для новой аудитории, потому что все-таки такое общение, оно важно. Пожалуй, все. Говорить так могу очень много, потому что мыслей огромное количество скопилось. и я уже хочу это рассказать вам. На сегодня это все. С вами был Сергей Бубович, канал Ментал ТВ, может быть, уже и не ТВ, а просто Ментал. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. До новых встреч. До новых встреч.